Тема сегодняшней передачи – виртуальное знакомство. И вопросов поступает немало, именно связанных «что, если я познакомлюсь в интернете» через социальные сети. Конечно, современный мир предоставляет такие возможности. Наши возможности для знакомства, для общения расширяются. Теперь можно общаться вне границ, вне пространства. Можно иметь друзей из самых разных стран. Но возможно ли познакомиться для того, чтобы были такие серьезные отношения? И хотелось бы в ответ сказать, что если мы рассматриваем только как знакомство в виртуальном пространстве, я думаю, что это возможно. Это действительно новые возможности, которые предоставляются. Но если мы думаем о том, что серьезные отношения – это всегда вопрос развития, это всегда процесс определенный, то здесь возникают сложности. Возможно ли в виртуальном пространстве действительно узнать ближе друг друга? С одной стороны, кто-то может даже ревностно так взять и сказать, да, конечно, мы же общаемся, мы постоянно переписываемся, мы делимся своими впечатлениями, мы делимся своими переживаниями. Но надо признать, что не всегда то, что происходит в виртуальном пространстве, отражает реальность. И вот это, наверное, предостережение, которое хочется действительно сказать молодым людям, которые ищут развитие отношений через социальные сети, через сети интернет. Потому что мы очень легко дорисовываем какие-то образы, какие-то представления. Есть такие вещи, которые… Ну, это просто свойство нашего разума. Ну, например, можете вы себе представить там розовую мышь? Вот если так задумываться, мы, конечно, можем ее представить. Существует ли такая в реальности? Нет, такой нет. Я даю эту иллюстрацию, чтобы показать, что на самом деле, когда мы представляем перед собой другого человека, мы тоже можем, и это очень легко, естественно, происходит, мы дорисовываем его характер, его качество. И не всегда вот эти прорисовки, вот эти интерпретации, они будут соответствовать действительности. И поэтому общение через виртуальное такое пространство надо понимать, оно действительно опосредованно. Оно не всегда четко отражает, а что есть человек в реальности. Тут, наверное, такая трезвая и очень важная мысль будет в том, что виртуально вы можете общаться, но когда речь пойдет о замужестве, о женитьбе, вы выйдете за настоящего, реального человека. И вы не сможете в жизни решать проблемы, тоже списываясь через социальные сети. И в этом и заключается опасность. Я думаю, очень важное предостережение здесь, если человек очень легко общается через социальную сеть, но он избегает, допустим, живого общения. Наверное, это и есть тот недостаток, на который очень часто обращают сейчас внимание люди, что социальные сети иногда обедняют настоящее живое общение. Хотя, если кого-то остановить на улице, и даже вот недавно опрос был, молодежь останавливали и задавали такой вопрос. Вы что предпочитаете, живые отношения или виртуальные? И, знаете, все говорят, что да, мы предпочитаем реальные отношения. Нам так приятнее, нам приятнее видеть другого человека, его эмоции, его переживания. Но то же самое, это приложимо тем более даже к отношениям, которые касаются отношений любви и будущей семейной жизни. Поэтому очень важно не поддаваться, ну, может быть, где-то таким иллюзиям, что познакомившись через интернет, я точно смогу выстроить хорошее взаимоотношение любви. Для этого понадобится труд. Для этого понадобятся живые встречи, общение. Ни в коем случае это нельзя исключать. И когда люди, может быть, приходят и говорят, что «О, мы знакомы уже полгода», и потом вдруг выясняется, что все эти полгода они общались через виртуальные сети, да, в виртуальное пространство, а спрашивают, а сколько раз вы в живую виделись? И они говорят в ответ, ну, мы где-то вот часа по три, когда он был проездом, мы вот где-то в кафе встречались, общались. То лучше на вопрос, как развиваются ваши отношения, отвечать именно прежде всего с живого общения. Да, у нас было несколько встреч, мы общались. И иметь в виду, что живое общение нельзя заменить виртуальным. Поэтому это как предостережение. И здесь очень важно обратить внимание на то, что когда мы пишем, общаемся, мы не всегда выражаем полностью себя. Вот есть некая ограниченность. Я даже хотел бы вам привести в пример некоторые такие переписки, которые помогут понять, вот что происходит. Например, девушка пишет, ты меня любишь? В ответ парень пишет, да. Она, не любишь? Он пишет, я же сказал, что люблю. Ты сказал так, будто не любишь. Он, я люблю тебя. И она в ответ пишет, все с тобой понятно. Вот как вы думаете, вот такой диалог, почему, как он складывается? Я думаю, что вообще-то понятно. Здесь разный эмоциональный фон, разный настрой. И вроде бы по словам все понятно, но они действительно настолько разные в своих посылах, в своих настроях. И есть таких немало разговоров, таких общений в интернете. Послушайте другой диалог. Пишет девушка. Сознайся, ты меня не любишь. Не любишь? Ведь так и скажи. Ну вот и славно, что сознался. Теперь признайся, что соврал. А в ответ парень пишет, вот это да, отошел всего лишь чайку заварить. Смотрите, пока его не было, хотя она-то думала, что он присутствует, там, на другом конце именно этой сети, где она обращается. Она уже развернула какой-то свой внутренний диалог. Она уже себя убедила в чем-то. Вы знаете, вот именно такие интерпретации, они мешают живым отношениям. Потому что есть факт, когда мы выражаем что-то словами, другое дело, как мы это интерпретируем. И вот здесь действительно пространство, где очень много можно наделать ошибок. И люди, бывает, в сети достаточно свободно себя чувствуют, выражают мысли. Но когда сталкиваются вживую с человеком, им действительно гораздо сложнее выразить себя. И очень хотелось предостеречь вот от такой ошибки, когда виртуальное общение заменяется реальным. У меня были такие случаи, когда действительно люди приходили и говорили о том, что нам даже конфликт легче виртуально. Мы просто напишем друг другу письмо. Так легче выразить свои чувства, всю эту гамму переживаний. Но знаете, в семье так не будет, что вы каждый раз, когда у вас произошел конфликт, будете садиться за письменный стол и друг другу писать объяснения такие, почему, что произошло. Возможно, иногда это будет. Но это не будет постоянно. Это так не решаются вопросы. Очень важен личный контакт. Я думаю, что если мы говорим о вот этом первом этапе виртуальное знакомство, то очень важно понимать, что мы явно через виртуальность не всю информацию будем иметь о другом человеке. И тогда, как совет, могу дать, что да, если у вас возникли чувства, если есть убеждения, вы чувствуете, что именно с этим человеком надо развивать отношения, то обязательно для себя, как следующий этап, посмотрите, это больше узнавать друг о друге. То есть действительно найти возможность для личного общения. И здесь также есть совет, чтобы обращаться к друзьям, знакомым. То есть действительно собирать какую-то информацию. Я, к сожалению, могу признать, что иногда в интернете выставляется и ложная информация. И очень легко взять, довериться, потому что есть какие-то переживания, какие-то чувства, ожидания. Но очень важно порой действительно взять где-то и проверить, насколько это честно, насколько человек открыто говорит о самом себе. Так что здесь можно прибегать и к помощи своих друзей, знакомых. То есть узнавать, интересоваться. Иначе действительно не избежать каких-то сюрпризов, неожиданностей. И очень хорошо будет, если это будут приятные, неожиданные сюрпризы. Если человек вживую окажется еще лучше, еще богаче мир его внутренний, чем в переписке. Но может быть и другое. И хочется еще, ну как бы такую иллюстрацию дать, насколько у нас сейчас действительно мир уже, ну независим, но очень важным считает нашу такую виртуальную пространство, как мы там представлены. Совсем недавно был такой по сети ролик, где девушка, познакомившись с парнем, спрашивает у него, а где твой аккаунт? В Фейсбуке, в других сетях. И вдруг с ужасом обнаруживает, что у него нету этих аккаунтов. И дальше в этом ролике показывается, какой ее охватывает ужас. Она не знает, чем он занимался год назад, куда он ездил в отпуск. Она рассказывает подругам. И всех охватывает такой ужас от того, что он просто-напросто не представлен в виртуальном пространстве. Но хочу обратить внимание, но он доступен в реальном. И очень важно, действительно, развивать прежде всего реальные отношения. Это куда гораздо важнее. Поэтому, подводя итог, как этап знакомства, да, это возможно. Но далее обязательно ищите возможности для того, чтобы общаться, общаться вживую. Какие-то возможности, чтобы встречаться, чтобы вместе какой-то проект делать, чтобы увидеть, как получается у вас взаимодействие, сотрудничество. Все это важно для того, чтобы убедиться, что действительно вы можете вместе состояться, как семья. Что действительно есть на то воля Божья, чтобы вы были друг с другом. Поэтому не поддавайтесь на такие иллюзии, которые могут быть в связи с этим. И ищите настоящую любовь. Сегодня у нас в студии гости Елена Палаткина, душепопечитель, христианский психолог, арт-терапевт и песочный терапевт. Елена Палаткина, душепопечитель, христианский психолог, бакалавр христианского душепопечения и психологического консультирования. Сертифицированный арт-терапевт, член Ассоциации песочной терапии. Виртуальные знакомства Здравствуйте, спасибо за вопрос. Но на самом деле этот вопрос состоит действительно из двух моментов, где и есть и плюсы, есть и минусы. С одной стороны, я знаю очень много пар, которые действительно виртуально познакомились. Те, которые действительно создали хорошие семьи, у них сильные браки, и они искали друг друга на христианских знакомствах, сайтах. И специально у них там анкеты какие-то. Это, с другой стороны, есть негативные моменты тоже. И это личная информация, это непонятно какие-то утечка личной информации. Это, может быть, какие-то озлобленные люди. Что-то может быть, ну, как в этом, тоже, как и в любых других отношениях, может что-то пойти не так. Ну, на ваш взгляд, вот насколько это реально, насколько это, ну, я бы сказал даже серьезно, выстраиваете отношения через виртуальное пространство? Как вы считаете? С одной стороны, реально. С другой стороны, нам всегда нужно помнить. Мы, читая сообщения, всегда окрашиваем своими эмоциями. То есть, вы пишете один вопрос, я читаю с эмоцией другой вопрос, да? То есть, я окрашиваю интонации, да? Как, ну, например, ты меня поняла? Да? Вы можете вопрос задать, а я, ты меня поняла? Или так, или как-то, ну, может, поняла или не поняла? Да, то есть, я могу окрасить, особенно девушки имеют такую тенденцию преувеличивать, окрашивать свои какие-то тона и отвечать, не исходя вопрос-ответ, да, а своими эмоциями. И это очень настораживает, и это не всегда хорошо. Ну, а может быть, вы могли бы дать тогда рекомендации, а вот как избежать такого непонимания, которое, ну, существует, вот, может быть, имеет место быть в виртуальном пространстве? Переспрашивать. Переспрашивать, да? Переспрашивать, конечно. Я правильно тебя поняла, что ты сейчас, вы сейчас хотите, например, да, прояснить, как построить отношения, как лучше познакомиться? Спасибо вам большое, Елена, за ваш взгляд, да, за вашу точку зрения, которую, я верю, будет очень полезна нашим зрителям для того, чтобы определиться, каким образом можно развивать отношения в виртуальном мире. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.